Высокая мода в вейпинге. Трата денег или качественный девайс в привлекательной обёртке. Не так давно мы рассказывали вам про два устройства от компании S-Buddy, а сегодня расскажем о ещё одном, самом красивом, третьем моде этого семейства – Legend 75. Встречая по одёжке, можно сказать, что Legend 75 великолепен. Упаковка в чемодан под кожу снаружи и алькантара внутри делают своё дело, а комплектация – под стать упаковке. Внутри мы можем увидеть инструкцию, сам мод, USB кабель, декоративное кольцо и дриптип. Всё это красиво подсвечивается двумя диодами, но у нас они быстро перестали работать. Легенду приятно держать в руках, не только любоваться. А ещё его можно использовать по прямому назначению. Внутри находится плата DNA на 75 Вт, которая отлично работает с баками. Для питания подойдут аккумуляторы двух форматов – 26650 или 18650 с переходником. Большая часть мода состоит из акрила, цвета которого имеют большой спектр, поэтому тут есть из чего выбирать. Но при детальном рассмотрении всё омрачается мелкими, но многочисленными недочётами, что сильно огорчает после хорошего первого впечатления. После того, как вы накрутите свою любимую дрипку или бак на Legend 75, вы наверняка столкнетесь с первой проблемой, а именно – щелью между атомайзером и площадкой. И это при том, что пин подпружиненный. Проблему устраняет декоративное кольцо из комплекта, но только для 24-мм атомайзеров. А вот атомайзеры на 22 мм будут смотреться совсем странно. С крыльей кольцом одну щель, появляется другая – между ним и корпусом. Если эту проблему можно решить тщательным подбором атомайзера, то с ещё одной придётся только смириться. А загвоздка опять в щели. Серьёзно, тут есть сквозная щель в корпусе. Отдельного внимания заслуживает батарейный отсек. Выточен он с предельной точностью для формата аккумуляторов 26650. Просто отпустите аккумулятор, и он как влитой опустится в корпус. На крышке находится пин, который можно отрегулировать. Правда, не совсем ясно зачем. Экран у Legend 75 яркий и в меру информативен. Также присутствует термоконтроль на никеле, титане и стали. А в памяти устройства находятся пресеты, которые можно изменить под ваши намотки, что избавит вас от лишней возни с настройкой мощности при каждой смене атомайзера. Если внешний вид для вас не важен, есть ещё немного дёгтя, более технического. Производитель не настроил внутреннее сопротивление мода для платы, поэтому присутствуют погрешности в выходном напряжении. Это можно поправить самостоятельно при помощи Escribe. В остальном же мод выглядит вполне недорогим китайским девайсом и станет хорошим подарком для человека, который только начал интересоваться вейпингом. А вот для клаучейсеров и фанатов качества Legend 75 не лучший вариант, да и достойных альтернатив ему на рынке полным-полно. Мы благодарим VapeTiger за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и получайте дипломы специалиста по Escribe. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok